короче в китае история в китае с этим вирусом совсем мы поехали чем я приехал туда и из гонконга сделал визу на два месяца потому что до этого месяца тоже был в китае и мне там так понравилось и заработал денег снимался фильме фильме снялся полный транспорт думаю сейчас сделаю визу на два месяца приеду в китай заработаю там денег и поеду в россию еще родственников а может еще в корею заеду там заработаю маленько приехал в китай ожидается китайский новый год в хостеле на границе с гонконгом встретил парнягу русского он тоже только начал путешествовать только прилетел с кореи и он видеокамеру взял себе хорошую я хочу снять фильм про китайский новый год а у меня как раз проект мой с этим с рисованием портрет человечества и я думаю мы объединим наши интересы он снимет фильм и снимет маленько мой проект и про китайский новый год про всю эту движуху вместе вместе поехали в гуанчжоу южную столицу и все новогодняя ночь никаких празднований не происходит все закрыто город вообще как будто бы вымер мы таки ходим по улицам пьяные с пивом они все в масках шарахаются от нас мы спрашиваем ребята где движуха нет и в деревне потому что в городе сейчас карантин ну вообще все уехали бы за границу либо в деревне вам надо ехать куда-то в деревню показали на карте янцзян типа 700 километров 500 не 500 короче километров 300 езжайте туда и там какую-нибудь любую деревню и типа вас там встретит вам понравится мы думаем надо сэкономить денег поедем автостопом тем более в китай ника я не стопил надо попробовать собираемся выезжаем на метро за город начинаем стопить очень не стопится в итоге пешком прошли километров 20 наверное остановились в каком-то городе заночевали на парковки на какой-то короче было холодно но на парковке было хорошо сегодня вы очень рады да, можно говорить в россии каждый день в лангии может быть у моего друга не может быть, у моего друга тоже могут говорить в английском да, обычно я просто сидел, они говорят в тайском языке и я просто сидел теперь вы знаете я знаю, что вы чувствуете ну и это вообще ночевали где попало и когда выезжали уже из этого Гуанчжоу город закрывался, полиция начала ставить кордон то есть никого не впускают в город, всем проверяют температуру если у тебя есть прописка местная, тебя впускают если ты китаец и ты не прописал в этом городе, просто тебя разворачивают и едешь обратно не важно типа чего у тебя там там водитель грузовика огромного с грузом вообще не важно, то есть просто разворачивают и обратно мы такие, ого, прикольно типа тема с вирусом начинает качать давай снимем фильм, говорит не про китайский Новый год, а про вирус ну там 150-200 зараженных мы еще смеемся, думаем ну фигня, 200 человек зараженных, что за таник типа вообще хрень какая-то едем дальше, никто не стопит, дороги пустые вообще машин нету, думаю, что за ерунда добираемся до следующего города какой-то чувак дяденько остановился, подвез нас 50 километров добираемся до следующего города, он везет нас на бас-терминал на бас-терминале вывеска с этого дня во всем Китае отменены междугородние сообщения транспортные типа все, автобусов нет мы такие, па-бам думаю, ладно, мы все еще едем в деревню у меня там неделю прошла с моей визы она мне на два месяца в Китае и я за нее заплатил мне не хочется эти деньги вообще терять выезжать из Китая, я думаю, какая-то хрень автостопа нет, ладно, что делать худо, бедно, мы стопили по 20 км в день, по 30 км в день короче, это было очень жестко и вот, и постепенно машины вообще перестали останавливаться мы с ним разделились, потому что двоих уже никто не брал по одному кое-как можно было там одну машину за день остановить и вот в один день он уехал а я не уехал, стоял часа два, наверно, меня задолбало я со всеми рюкзаками, у меня два рюкзака забитые красками мы заедем сейчас домой на 10 минут очень сильно тратить одна ночь в хостеле во время этого вируса стоила 24 тысячи рублей это на шестиместном короче, кровать в шестиместном номере 24 тысячи рублей ты шутишь который до этого стоил сейчас я схожу 40 или 60 ну короче, цены выросли в 10 раз в 20 раз просто вообще выживать невозможно китайцы шарахаются, машины не останавливаются то есть ты посреди страны которая парализована, у тебя нет денег и народ вообще не приветлив тебе ну совершенно, то есть ты тут сейчас вообще не нужен они тебя боятся прям они вот так вот и шарахаются я думаю, что делать, надо выбираться в общем, я иду по дороге остановилась машина чувак говорит, я вызову полицию тебя тут же подъезжают полицейские ты, говорит, откуда тут нарисовался? что ты тут делаешь вообще? я говорю, иду в Вьетнам уже, граница закрыта потому что они закрыли границу с Китаем я говорю, иду в Ваосу я говорю, ну на попутках не на попутках, пытаюсь добраться хорошо, мы тебе поможем посадили меня в машину повезли в полицейский и все, там оставили оказалось, что это полицейский из другого города и чтобы к себе в город не везти, но чтобы на себя ответственность не брать они привезли меня в другой город и говорили, вот полицейский участок все, иди туда, объясни им проблему и уехали а там не полицейский участок а просто будкой сидят два молодых полицейских играют в игры в PUBG я к ним подхожу они такие на меня посмотрели и дальше играют я говорю, да че, ребята я говорю, они такие ща ща и играют, такие доиграли ну минутку я их подождал я говорю, что такое? я говорю, меня привезли полицейские ну я переводчики все написал, показываю им они привезли полицейские сказали к вам обратиться чтобы вы меня отправили к Лоунасу или че-то, короче, помогли мне они такие, не, у нас, говорит мы сейчас на машине ездить не можем потому что карантин у нас указ, мы из этой будки выходить никуда не можем мы тебя в основной полицейский участок отвезти не можем он говорит, трех с половиной километрах показывает мне на карте, говорит, вон там я прихожу туда, а там в полицейском участке все такие показывают мне, иди, иди отсюда я говорю, вы че гоните, вы полицейские, типа давайте захожу к ним ну там какой-то дед просто нерадивый был и вот, другие полицейские вообще рады мне были и вообще меня отправляли на поездах они мне покупали билет на поезд отправляли меня в другой город и говорили там в полицейский участок, иди, объясни им свою проблему то есть никто не хотел вообще связываться с этим им было проще купить просто билет заплатить на поезд а были поезда скоростные, то есть это единственный транспорт, который работал ну то есть можно было от города до города добираться на этих спиратских поездах но они очень дорогие и вот они меня отправляли в итоге я добрался до какой-то одной из столиц какой-то провинции на Нинь и там полицейские связались с консульством с иммиграционной и говорят, ну все, мы тебя отправляем в Гуанчжоу то есть тот город, из которого я выехал который закрыт на карантин вообще и типа полыкие вещей меня даже туда отпустить не должны но на поезде можно было добраться и там типа ты пойдешь в консульство ну в посольство и с тобой что-то будут решать типа тебя отправят обратно в Гонконг потому что ты типа из Гонконга въехал но я понимаю, что ни хрена меня не отправят в Гонконг меня может быть в Урисусе в Россию телепортируют и скорее всего за мой счет и потому что в Гонконг граница закрыта была с Гонконгом уже все, меня привозят в Гуанчжоу я такой думаю, типа что делать а Бен всю дорогу меня звал он открыл бар, не так дал съедем он мне говорит, давай чувак, приезжай мне нужна помощь, будем вместе что-то делать а я очень много раз был в Таиланде у меня весь паспорт в штампах тайских, в визах и мне уже неохотно сюда подъехать, менять паспорт и возвращаться обратно я думаю, что меня сюда не пустят, но вариант я попробую прилететь в общем он купил билет, у меня получилось въехать вот я неделю уже здесь в Таиланде сплываю а так, ну то есть месяца пять назад они их поставили и ездят по Азии и туда-сюда ну вот сейчас помогаю в баре мебель затаскаю, пиво наливаю, всякие штуки ну ему нравится, он доволен да он 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 Продолжение следует...